Судя по оперативным сводкам и утечкам из-за курды, силовики не расслабляются только в деле борьбы с инакомыслием и в традиционной межведомственной войне, холодной и горячей. После критики Ельбасе в адрес КМБ в фаворе явно Министерство внутренних дел и стоящий за ним руководитель администрации президента Аслан Мусин. Ну а председатель КМБ Нуртай Абыкаев, его основной соперник в борьбе за мантию серого кардинала, то есть за доступ к телу президента и влияние на него, получил ощутимый удар в виде публичной критики на всю страну и мир. Хотя давнему соратнику Ельбасе не привыкать как взлетам, так и падениям и даже некоторым жертвам ради шефа и во имя шефа. Зону критики Ельбасе в КМБ попал в трепетный момент. Некоторые оттепели в отношении фигурантов Жанузенского дела. При посредничестве известных мастеров культуры и авторитетных общественных деятелей комитет вступил в свой вегетарианский период. Освобождение режиссера Булата Табаева из октавского СИЗО через посредника кинорежиссера Турсунова наблюдатели расценили как акт гуманизма, исторически несвойственный этой организации. Называть это новой тенденцией никто не спешил, но в четверг был освобожден 24-летний Жанбулат Мамай, обвиняемый по делу о разжигании социальной розни и призывах к свержению власти. К его свободе приложил руку и усилия бывший секретарь Совета безопасности Казахстана Тулиген Жукеев. Как и от Абаева, Жанбулат отпустили согласно 65-й статье «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием». Без зубы. Кто думал тогда, что этот малыш может заниматься политикой? «Она считает каждый день его ареста. Это уже 25-й. Минизатапай целыми днями рассматривает фотографии своего единственного сына. Это Жанбулат в детском саду, а это в школе. Вот он, студент университета». Минизатапай много времени проводит в его комнате, перебирает любимые игрушки. Она всегда была против того, чтобы сын занимался политикой. Но со временем выбор сына и пришлось принять. «Он выбрал эту дорогу, и теперь я желаю только одного, чтобы он с достоинством прошел этот путь. Молю Бога, пусть правда восторжествует. Мне кажется, что его оправдают. Мое сердце это чувствует». Это интервью с мамой мы писали в среду. На следующий день молодого политика выпустили на свободу. С ночи на пятницу Жанбулат прилетел в Алматы. Рядом с ним был его отец, мамай Беххужиев и политик Тулюген Жукеев. «Жанбулат! Жанбулат! 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 Жанбулат!» На этот раз освободителем политзаключенного выступил оппозиционный политик Тулюген Жукеев. На созванную в пятницу пресс-конференции Жукеев рассказал, что пошел не по пути Турсунова. Во освобождении Мамая он задействовал свои связи. «Я чужой дорогой не хожу. Внешне это выглядит так. Я и без него включился в эту работу. Я поехал, поговорил с очень влиятельными людьми, которые принимают решения, я бы так сказал. И я их убедил, дискуссия была непростая, тяжелая. Я сказал, что нет смысла этих людей сажать». Жанбулата Мамая, так же как и Булата Атабаева, обвиняли в разжигании социальной розни и призывах к насильственному свержению конституционного строя. Так же, как и Атабаева, Мамая перевели в свидетели после деятельного раскаяния. «Мы не давали показаний против кого-либо. Мы с уверенностью можем говорить, что наша совесть полностью чиста. Мы готовы отвечать за все свои слова. Я признал в части того, что я ездил и выступал в городе Жанузене, что я выступал перед бастующими нефтяниками, и что я раскаиваюсь в том плане, что были человеческие жертвы». На прошлой неделе режиссер Булат Атабаев, который вышел на свободу с помощью своего коллеги Ермека Турсунова, давал пресс-конференцию в этом же самом пресс-центре. Рассказ Турсунова о том, как он освобождал своего друга, многих вдохновил на спасательные операции. «Назарбаев, ввали!» Эта акция журналиста Азамата Есперина так и не состоялась, а он всего лишь хотел поздравить с днем рождения президента Назарбаева. «В день рождения президента я принес цветы к его памятнику, так как у меня нет прямого доступа к нему. Я не хотел делать ему подарок. Наоборот, я хотел попросить подарок у президента, освободить молодого политика и журналиста Жанбулата Мамая. Но у нас, оказывается, невозможно даже высказывать свое пожелание». Мы решили, давайте мы тоже возьмем, как говорится, инициативу в свои руки и выйдем с нею, обратившись к Абыкаеву, с просьбой и нас тоже допустить, допустить до узников СИЗО в городе Ахтал, чтобы мы могли повторить уже протаренный Ермеком Турсуновым путь и попытаться тоже вытащить оттуда наших друзей и соратников. Так на этой неделе за друзей и соратников соступались аксакалы оппозиции. Они написали письмо председателю КНБ Абыкаеву с просьбой наделить их такими же полномочиями, какие были даны Ермеку Турсунову. Политики заявили, что готовы вести переговоры с друзьями, которые сидят в тюрьме Ахтал. «Ласин уговаривает Козлова и Сапаргали, чтобы они на выборах президента свои кондитуры не выставляли». Сейчас по уголовному делу о социальной розни в заключении находятся Владимир Козлов, Ахжанат Аминов и Серик Сапаргали. «Сапаргали находится в очень тяжелом состоянии. У него сахарный диабет, у него давление. И я хотел сегодня к тому обращению, к которому подготовлено Абыкаево, и попросить Сапаргали освободить вообще с учетом того, что его состояние здоровья очень тяжелое». Общественная работа Серика Сапаргали началась в конце 80-х прошлого века. Он возглавлял западный филиал движения «Азад», принимал активное участие в переименовании улиц и городов, создавал союз рабочих и безработных, а в прошлом году баллотировался в президенты. Толюбек Карамендин не верит, что его друг Серик Сапаргали преступник. «Единственное его преступление в том, что он, как нефтяник, не мог просто так смотреть на судьбы нефтяников», — говорит Толюбек. «В СИЗО в Актау Сапаргали никто не навещает. Его брат и сестры умерли, с женой он развелся, а единственный сын сейчас в армии». «К жанаузинской трагедии Серик Сапаргали никакого отношения не имеет. Он, как Атабаев и другие, поехал туда, чтобы поддержать нефтяников. Всего два раза там был. Он хотел, чтобы всё решилось в рамках закона. Твердил властям, это ведь ваш собственный народ. У них нет политических требований, только социальные. И теперь несовершённые преступления хотят повесить на Серика». По словам Толюбека, Серик Сапаргали дважды был в Актау, но тогда политику не удалось даже встретиться с простующими нефтяниками. «Представитель прокуратуры всем нам выдал такую бумажку, предупреждение о том, что мы не должны организовывать пикеты и демонстрации. Если мы выйдем на площадь к бастующим нефтянникам, нас автоматически арестуют». Ещё один заключённый по жанузинскому делу – профсоюзный активист Ахжанат Аминов. Впервые он был задержан 30 июня прошлого года и был осуждён на один год условно. Статья всё так же – «Разжигание социальной розни». «Каждый день ты знаешь, что тебе нужно будет обязательно прийти в следственный изолятор, принести передачу на Серика Сапаргали, до Владимира, встретиться с адвокатами, переговорить». Жена Владимира Козлова Алия теперь живёт между Алматой и Актау. С мужем за 6 месяцев она встречалась 4 раза. После поступка Турсунова Алия тоже писала письмо Нуртаю Абыкаеву, но ответа пока не получила. «Хотелось бы надеяться на справедливый суд. Именно на справедливом суде можно доказать свою невиновность. Но когда я читаю, смотрю эти новости, Джакишу дали 14 лет. Недавно ему дали второй приктор, 10 лет ещё. Хотя поглотили, ему осталось 14 лет. Просто когда я на всё это смотрю, то возникает ещё такое вот, что, возможно, нас ожидает именно вот такая. Но не без этого». Во время интервью Алия Труспеква рассказала о том, что в эти дни якобы готовится освобождение Ахжаната Аминова. Позже эту информацию подтвердил и освободившийся Жанбулат Мамай. Если для Владимира Козлова и Серика Сапаргали в ближайшее время не найдутся свои Турсуновы и Жукеевы, жаркое лето 2012-го закончится судом над двумя политиками. Канат Люхам, Павел Ингальгард, программа «Власть КИЗ».